Всем привет! Я думаю, что вы уже посмотрели. Не знаю, хватило вас сил или не хватило. Да смотри до конца мой 16-минутный ролик с пересадкой и размышлением по поводу субстратов. Я решила сделать такой небольшой видео-дневник этих трех орхидей. Я там вставляла, здесь я тоже вставлю кусочки, как я получала вот этого товарища во мхе. Так, это гибрид METO Reflex Dragon Blue 2. Это у меня вот такая Intermediavor Yellow Lip. Вот она с новым корешочком. И это вот то, что я сегодня пересаживала и снимала. Модеста Яваника. Вот таких вот будет три подопытных, скажем так. Они будут показывать, что происходит с орхидеями, когда ты пересаживаешь при получении из мха в кору. Так, я буду стараться делать короткие ролики. Обещаю, я буду делать короткие ролики, по тому, как вот они развиваются. Также буду в Инстаграм и ФБ выкладывать фотографии, где можно будет посмотреть их динамику. Поэтому заходите, смотрите, подписывайтесь, кому интересно. Там еще много чего другого есть интересного. Вот. И я хочу показать людям, что, знаете, как не так страшен черт, как его молюют. Потому что многие говорят, что если вы пересадите из мха в кору, вот сразу при получении, это конец, это минус корневая, это долгие реанимации, адаптации и прочее. А на самом деле это все зависит только от вас, от вашего умения и понимания. И самой орхидеи, вот, знаете, нет у нее такой реакции. Ой, фу, это другой субстрат, фу-фу-фу-фу-фу, сейчас я буду сбрасывать корни. Нет. Такое обычно происходит, потому что люди не понимают, как поливать. У них не получается повторить нужный, привычный для орхидеи полив, создать ей вот эти вот периоды влажно-сухо, сбалансировать количество кислорода и воды в виламене, который находится на корнях. И поэтому очень часто это приводит к печальным последствиям. Но, опять-таки, люди почему-то делают немножко не те выводы, то есть они не считают, что виноваты они с неправильным уходом. Виноват именно вот субстрат и смена субстрата. Нет. Вот на моем опыте нет. Это не так. Главное действительно правильно поливать. Если вы умеете поливать во мхе, если вам нравится мох, вы умеете в нем растить, пожалуйста, не пересаживайте эти видюшки. По сути, можете не смотреть. У вас и так все прекрасно, все очаровательно. Но кто не умеет, не любит мох по какой-то причине или любит сажать в кору, кому просто интересен этот эксперимент, пожалуйста, наблюдайте. Будут делать небольшие такие видеозаметки об этом. и посмотрим, к чему это все приведет. Хотя я смотрю на всю свою коллекцию, которую я так пересаживаю. Но вот именно у этих товарищей, скажем так, есть задокументированный момент получения во мху, пересадку в кору. И можно посмотреть, соответственно, даты получения и динамику, уже опираясь на числа, на хронологию. Хотела сказать, хронометраж на хронологию. Так, надеюсь, вам будет интересно. И всем большое спасибо за просмотр. Повторюсь, заглядывайте в описание к видео, как сейчас можно говорить, в инфобокс под видео. Там много интересных ссылочек бывает. Там, собственно, указан мой инстаграм, мой фейсбук. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, что вы думаете по этому вопросу, как вы делаете в таких ситуациях, какой у вас опыт. Мне, кстати, будет очень-очень интересно почитать. И на этом все. Всем большое, огромнейшее спасибо за просмотр. Солнечных дней, пышных светений. Пока-пока.